Ай, у небесных, утешите до души и селены, И в жизни, если и вся исполняя сокровища благих, И в жизни, если и вся исполняя сокровища благих, И очисти от всяких скверных, и спаси Воже души нашу. Благослови Господи эти занятия. Мысль на праву горнему. Дух Святой, да разъясни там таинственный смысл Священного Писания. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Послание к Колосинам Святого Апостола Павла. Первая глава. Десятый стих. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, Принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Это мы разобрали. Одиннадцатый стих. «Укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью». Толкование. «Мы молимся, чтобы вы достигли совершенства, укрепляясь всякою силою». «Против чего?» «Против искушений и преследований, чтобы не сделаться беспечными и не попасть в отчаяние». «Да подает вам такую силу, какую прилично ему, Богу, давать, то есть неизреченную и беспредельную, какую только возможно принять человеку». «Тут великое ободрение, ибо не сказал по силе, но по могуществу, что больше, как бы говоря, повсюду слава Его могущественна. Итак, вы не ослабевайте в бедствиях, ибо превозможите, как естественно, тем, которые служат такому могущественному и славному владыке». «Далее сущее. Укрепляясь во всяком терпении». «Что же это?» «То есть по отношению к внешним». «И дальше написано великодушие. Это то есть во взаимных отношениях. «Ибо долготерпит тот, кто имеет возможность отплатить и не отплачивает, а терпит, когда не может этого сделать. Поэтому и Богу усвояется не терпение, а долготерпение, так как Он может сокрушить, но воздерживается от всего». «Во всяком же терпении», то есть не теперь только, а после уже нет. Итак, если совокупить вместе слова, Он говорит следующее. «Мы молимся, чтобы вы в совершенстве получили познание учения не по мудрости мирской, но духовной, и вели жизнь добродетельную, чтобы твердо противостоять искушениям, приняв силу и крепость от Бога, являть терпение в отношении к внешним и долготерпение к братьям». И вот у меня сразу возникает вопрос. То есть внешних мы должны терпеть, а братьев долго терпеть. То есть братьям мы не должны отвечать, отплачивать. То есть тут написано, что он долго терпит, тот, кто имеет возможность отплатить, и не отплачивает. А терпит, когда не может этого сделать. То есть физически не может это сделать, или духовно, внутренне не может. Вот написано, «Верующий не грешит, он не грешит, потому что свойство у него такое, или он нет возможности грешить». И вот здесь вот не совсем понятно, как внешне. Можно я тебе отмечу немножко? Ну, вот идешь ты на улице, или ты на автомобиле едешь, и тебя раф кто-то подрезал. И ты ему в этот момент, ну, не стерпел там, и сказал, ну, козел. Ну, а бывает стерпел. Вроде, ну, ладно, все. И все, он уехал, и ты его не знаешь. Приходишь домой к маме. И начинается уже то, что уже сто лет этого идет. Опять тебе бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ. Семья это и есть семья. Там ты никуда не денешься в четырех стенах. Поэтому, конечно, там долготерпение нужно великое. А мы берем теперь нашу церковь. Вот, в общем, это большая семья верующих людей. Всегда что-то бывает, какие-то... Почему апостол Павел говорит, неужели нету между вами тех, кто может рассудить? Где они, эти зрелые мужи? То есть, если близкий брат тебе ба-ба-ба-ба-ба-ба, ты должен не отвечать, долготерпеть. А если тебя этот подрезал, ты можешь его как-то оборвать и... Подожди, стоп, стоп. Давай на Евангелие перейдем. Ты не надо... Ну, ты же такой пример. Я тебе привел пример, потому что ты меня поймешь в этом плане быстрее. И теперь гляди, что церковь предлагает. Для того, чтобы все это было узаконено. 18 глава Евангелия от Матфея. И написано, если брат согрешил против тебя, что нужно сделать? Как нужно сначала? Ему сказать, потом дальше, следующая ступень. Если он тебя не принял, взять двоих или троих и опять ему начать говорить. Если он только и не послушал, тогда сказать всей церкви, и то там, третья ступенька, церковь может сказать, ну, давай еще простим его или что. Ну, там не так написано. Там написано. И тогда уже, если он не покаялся, то он будет те, как язычники мытарь. Вот мы опять пришли к терпению. Нет, это долготерпение. Но он-то тебе уже теперь становится, как язычники мытарь. То есть ты его теперь завне выносишь уже. Все. Хорошо. А что такое терпение? А терпение, как дальше говорит апостол, говорит, а с внешними, если возможно, будьте в мире. Если возможно. С вашей стороны. Если возможно. А если невозможно, то и не надо их терпеть. То у тебя ничего не получится, тебя просто расстреляют. Вот и все. Кротость ваша, да будет всем известна, апостол Павел. Ну, и еще там дальше Тимофеев сколько говорит. Что настой во время и не во время. Это тоже там все относится. Ну, там же опять и есть. Еретика после первого-второго вразумления отвращайся. А язычника? Да будет как язычники мытарь. Ну, то есть я думаю, что это к этому все и относится. Ну, сказал ты ему раз, второй, сколько можно уже. Вон, посмотри, сколько раз мы вот Евангелие раздаем, и иногда одни и те же люди встречаются. И он уже который раз встречается тебе, он все, надоели тут, ходите, ходите. Ни одного не было такого, что, а, вы, вот они, я прочитал Евангелие, и наконец-то я все понял. Ну, нету их просто. Бывают. Ну, бывают, но нету, но редко. Ну, то есть регламентировано вот это во всяком случае. Не знаю там, как со внешними, ты понял. Это сложный вопрос. Ну, вот сложный, поэтому, Юрий Тихонович, объясни-то мне. Ну, сложный для тебя, для меня совершенно не сложный. Ну, а так и я не понял тебя. Ну, уехал ты и уехал, все, нету его. Значит, главное козлом не называй. Как бы ненависть, не надо свою показывать. Вот это и есть терпение. Задай еще раз. Да, это редко бывает. Что себе, Юрий Тихонович, раз не понимаешь? Юрий Тихонович, растолкуйте мне. Между, вот, долготерпение с внутри, вот, с братьями, и терпение к внешним. Чем отличается терпение, долготерпение? Толкователь говорит, что долготерпение это свойство Бога. То есть, он долготерпит, потому что может отплатить, отомстить, но не делает этого. И мы должны бы тоже совершенно, то есть, мы можем воздать злом за зло, и Бог нам не воздавать. Но внешним, я, как бы, нужно их терпеть, их не нужно долготерпеть. То есть, четко разделяет терпение и долготерпение. Долготерпение, великодушие это к братьям, а к внешним нужно их терпеть. То есть, им, значит, можно воздавать злом за зло, как бы, вот такое логическое уходит. Мы все к вере пришли, мы вот все к вере пришли. И сколько каждый из нас претерпел, от своих же домашних, правильно? Оказалось бы, ну как... Вот пример какой, то есть, они... Да, враги твои домашние, твои? Да, враги твои домашние. То есть, терпим их, не вот эти подмоги, ужал, как бы... И сколько приходится, уже они слышать этого не хотят от нас, и все. А мы все равно терпим, ведь их, а как по-другому? А мы не знаем, в какой момент обратимся. Вот у Галины пример. Сколько он вообще категорически не слышать ничего не хотел. А Господь его все равно давил, давил, пока не слег. Слег, ой, зовите. Позвали. Он неизвестно какой, никакой. Но он признал, и Бога признал, и молится сейчас. Вот и пожалуйста. До самого смертного, можно сказать, часа. Он уже совсем при смерти был. Но сейчас ожил, молится. Может, Галина Ивановна оживет. Помоги, Бог. Вот и долгое терпение. С каждым из нас сколько бился. Мы какие пришли из мира, грешники-перегрешники. Сколько он с нами бьется до сегодня, а сколько времени прошло? Больше 20 лет уже. А так незаметно. Вот мы все рядом, и как-то, ну, даже не чувствуешь себя старым, да, человеком. Правда? Вот мы все одинаковые, одинаковые. И в какой-то только момент, вдруг удивительно, ощущаешь, неужели ты постарел-то, а? Такой старый-то стал. Потому что мы вот все, семья одна, правильно. Ну и написано в Евангелии, терпением вашего спасайте души ваши. То есть, если Господь терпел, то мы-то кто такие? Мы что? Выше Его, что мы не можем терпеть, его взять и позвать козлом. И обзываем. А потом каемся, пойдем к батюшке. Поэтому вот я для себя тоже, вот это вот все, что мне выпадает, вот ты говоришь, умер перед смертью. А у меня уже умирала сестра. И как она? И это тоже, и что-то Бог коснулся сердца. И она была, она уже чувствовала это. Мне как сказал Виктор Андреевич, да, она уже говорит, на прямой финишной у тебя стоит неделя, или может быть, три дня осталось. И она уже тут мир видит, а вот ей-то и проще всего покаяться. Ей Бог позволил это увидеть. А вот попробуй не видя, и терпение проявляет такому, что тебе выпадает. Вот это вот терпение в вашем спасайте души ваши. Вот я нашла себе такую формулу. Мне вот вопрос немножко другой к Игнатий 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 Игнатий. Игнатий Игнатий, как, вот в общем просто ответить. Как вы считаете, вот братья наши в общей массе проявляют долготерпение к своим братьям? Ну терпение вы не можете сказать, как ко внешнему, это сложно, каждый живет своей жизнью. А вот внутри долготерпение, вот это великодушие, оно в общем у нас же есть. Вот спроси его, долго тебя терпит? Долго. Документальный фильм. А теперь смотрите документальный фильм, да? Он правильным путем пошел, к батюшке сынулся на исповедь. Это самый правильный выход. Себя защищать не стал. А куда ты денешь? Где-то что-то там, где-то. От мертвого легко отрезать, бросить на анатомические исследования. Это внешнее, внешние мертвецы. А это свой палец гниет, как мы долготерпим, сколько прикладываем. Уже десятки раз бы отрезал, выкинул его. Он гниет, а ты еще пытаешься оскоблить и гнилье-то. А вот об этом и говорится. Свои рядом. Это дорогое достояние. И никто так с ними не будет обращаться, как ты. Видимо, на это они обращают, толкователь-то. Почему именно так? Потому что стоимость внешнего для меня незначительная. Ну, не слышать. Он там обозвал, отошел и все освоит. Рано садит и мучается. Почему Давид и говорит, кто ходил вместе, а разделяли искренние беседы. И он поднял, ел хлеб мой. За столом сидел, вот за этим столом. Вот этот стол он делал. А теперь пошли в милицию и начали жаловаться, что глупости такие. Это конкретно, вот я куда смотрю. Вот она писала. Какая она дорогая. Кто писал вот это вот все это? Надписи даже. Ну, ты знаешь кто. И вот нету. А почему? Я вот много думаю. Вчера смотрел. Вот собирается, ну, там эти харизматы. Называют харизматы. Беснуется. Там неприкрытое беснование. Падает, орут, он трогает. Орет сам стоит. Аж глаза вылупит. Скопище. Ну, а много комаров. Много. Мошкара бывает. А много клещей. Много. Знаешь, понимаешь. И только думают, как от них отойти. Это язва моровая. На России, на Украину. Главное, с Украины ползет оттуда. И вот показывают собрание. Я не знаю сколько, но тысяч, наверное, пять там есть. И вот они собирают деньги. Деньги собирают не тарелкой, а ведрами. Ведро с крышкой. И там дырочка внутрь. И вот они идут ведро на ведро. По рядам, видимо, расставляют. И там, в другом месте. Я не знаю сколько. А потом показывают. Пачками, вот такими вот, кубами. Связанные деньги уже лежат. Речь идет о миллионах гривен. Миллионах. И кто там стоит сам. Да и проходит время. Его обнаружили. Он там дома подписывали. Обманул. Теперь в суд подали и прочее. Это кто деснуется. И как они ведут себя. Какой вид у них. Все отвратное такое. И что они друг друга знают. Нет, они поднялись теперь все. Что одураченные были. Подавали там. Там тела нету. Там гниль одна. Как они одеты. В платке ни одного нету. В платках женщины. Ни в поясе ничего нету. То есть им скажи. Вот это вот. Что у вас. Нужно поднести в порядок. Ладно. Беснуйтесь. Все. Но борода не трожьте. Женщины, чтобы в платках были. Не пойдут. Дьявол не допустят. Потому что через это он начнет познавать другое уже. Я ему покажу откуда это что. А как с ними говорить. Никак. У нас потеряевки верующих не было. И вот в деревне начали восстанавливать. И потеряевки она заехала. Как они всегда говорят. Она вся. Она просто аж воспаленная такая. А вы знаете. Вы слышали. Христос приходил на землю. Она не может даже здесь. Из нее пузырь выпадает. Ядовитый уксус. Пережженная в левоте на 10 раз. Мы говорим. Да. У нас храм открыт. Она уже нас не видит. У нее все это в диком тумане бешеного вала. Когда кидаются на арене. Когда он скребет ногами. Рогами. Вот это. И она такая женщина. Знали ее. Обыкновенная такая. Блудящая просто. Она там где-то на Украине была. Приехала сюда. Отошла. Мы пытаемся ей сказать Евангелие. Что глава стих. Она ничего не знает. Она знает. Иконы это идолы. Что мы молимся святым. Это вызыватели умерших. Вызыватели умерших. Бог проклинает. Да их никто не вызывает. Любовь меня к нему призывает. У нас наоборот толкуете. Вызывать умерших. Вот Айнборская ведьма. Саул пришел. Просит. Она вызывает. Он является. У нас никто не является. Мы никого не вызываем. Мы знаем благодать Божия. Дает ему возможность слышать. Мы наоборот идем к ним. Не вызываем. Приступили к духам праведников. Достигших совершенства. Они этого не знают. Ничего. Я ей показала. Ноль внимания. А вы знаете какое я ощущение имею. Брррррр. Ну видно что вся перемощилась в это время. Это не выжил. Организм не может это удержать в себе. Такое. Аж дрожит. Вот так лет. Трясет всю. Ну ты первый раз меня видишь. Спросила бы ты. Я верю. Нет. Ты же знаешь. У нас семья была одна тут такая верующая. Она ничего не спрашивает. Их миллионы таких. Почему? Широкие врата. Пространен путь. И ничего не спрашивает больше. Теперь когда начинает. Она выходит. Орет. Там стоит. Я жила с родным братом. Тот выходит. Я с дочерью жил. Там блудливое поприще прошли люди. И теперь сразу они исполнены. Какого-то духа не знают. Ну разве орали апостолы. Кто зайдет. Даже если это от Бога. И то не скажет ли, что вы беснуетесь. А когда это вообще не от Бога. Вот что сейчас орали. Можешь перевести. Никто не может. Написано молчи. А я не могу молчать. Духи вам не повинуются. Пророческие. А написано. Духи пророческие повинуются пророкам. Так и здесь. Терпение для. А внешне. Вот он такой. Я сказал. Я тебе третий раз говорю. Больше не приходи. Дверь закрыл. До свидания. Больше еще нет. Собак спустил в ограде. Никого нет. Как начальник тюрьмы. Колючая провода. И собак в ограде. А свое я никуда не дену. Он мститель рядом живет. А она рядом. И она приведет того, кого она желает. А не ты. И ничего ты не сделаешь. Вот крылья сонатикой говорит. И она своим телом распорядится так, как я не хочу. Реша жене идет. А тем более, когда это всего лишь дочь. Вот он мститель где растет. Где старшая? Где Таня? Где Маша? Что посеяли, то и есть. А почему? А почему тогда муж не верующий, а он победил? Интересно как. Ну, допустим, вот здесь сто здоровых человек. И вот один зашел и чихает гриппом. Он может всех сто заразить? Да делать нечего. Нечего делать. Капельным путем, воздушным путем. А вот если здесь будет, а не сказать, сто таких, которые здоровые. И одного больного они могут своим присутствием сделать здоровым. Нет, не могут. Это в природе и везде. Поэтому своего человека мы... Я поневолю. Вот мы... У меня брат запил деревню. Собрали собрание раз, другое. Ему сказали, выезжай. И он выехал в соседнюю деревню. Это, в Корчино. Выехал. А теперь там валяется и то другое. Но для нас он брат. Мы едем к нему раз, едем в другое. Я набрал там пшеницу, отвез ему. Батюшка, ему два ярких там порозис. Да он приехал. Протрезвился. Лет 10 не просыпался. И сейчас я не знаю батюшку спросить, как его состояние. И сестра там то помидоры, то там что только есть. Она все туда едет, Валентина. Все это, еще из этого начинает трогать. А рядом, который неверующий, с какой женщиной сошелся. Но она никто мне. Но я сказал, раз она не слышит. Так они вместе выпивают. Это мое родное. Я о ней не молюсь. Я ее знать не знаю. А о нем я молюсь каждый день. По порядку. Избавив от пьянства Павла, Михаила, Андрея. Дробот был. Я по порядку молюсь. За Алла Петеримова и сына. У нас приезжал один фотограф, запился Александр. Я о нем молюсь каждый день. Каждый день. Но на памяти у меня в первую очередь мой брат стоит. С этим он сказал. Да не надо. Он ушел, я больше не знаю его. А это я никуда не денусь. Это саднит и болит. А в теле церковном, тут наоборот, дороже. Есть такое сказание. Но насколько оно верно, это в житиях написано. Правильно говорили сегодня. Короткое время, батюшка, прошло. И уже все переискаженное. А это полторы тысячи лет. А тут две тысячи лет. Про Иоанна Богослова как раз. Он какой-то юноша обратился, очень хороший. И он там еще и священник его передал. Я поеду туда, пошел туда благовествовать. А ты за ним смотри. Ну и когда обошел Малую Азию, там где вернулся. И сразу сюда. Где? Я спрашиваю, где этот юноша, Серапион-то? Я тебя оставлял. Что, его нету? Умер или что? Он ушел. А куда он ушел? Нехорошее. Ну куда конкретно нехорошее-то? Он начальником шайки сделался. Грабит людей сейчас. Ну хоть где, в какой местности. Где-то там в пустыне людей грабят. И он, говорит, старец пошел туда и увидал его. Тот, как увидел его, вздрогнул бежать. Он кричит, остановись, Серапионушка. Да я за тебя грех возьму. Да подожди. И обратил его. Любовь. Ну действительно ли это так? Было ли это? Но в общую канву долготерпения сходится. Сколько терпеть можно? Не хватает терпения. Говорит, переходи на долготерпение. Вот это терпеть. Соседи рядом-то, ну, они когда меня досаждают. А тот не досаждают. Эти досаждают, там, что-то делают. Через забор лезут, воруют. Ну, я маленько ее уже не вытерпел. Пошел в милицию, заявил, забрали. Терпение, говорит, кончилось. А брат родной, он сколько всего погубил, не скажешь даже. А я опять к нему. Что-нибудь послать, что-нибудь как-то вразумить его. Кровинушка родная. А по-духовному-то мы. Ну, представь себе, ты встретил где-то кого-то из наших, которые пошли и там это. И спрашиваешь, что, да что по Павлу творили здесь? Ты знаешь. Так, вот так. А чужому-то ты не приложишься. А если бы они сейчас пришли, вы приняли бы их? Ну, через покаяние соглашенными постояли бы. Если за ними что-то есть. А если ничего не было, вот ушли, которые, ну, ничего не воевали. Ну, тогда разговор другой. И так и в Мирском делают. Вот я понимаю так. Нашему к своим. Своё оно приросло. Родное близко. Я за это платил. И поэтому я тут мнусь. Чужая машина, вон она, я посмотрел. Пихите в сторону. А свою я ремонтирую, приглаживаю. Она моя. Золотая её. Давай. Психи Христос. Психи Христос. Психи Христос. Так поступает он и в посланиях к Коринфянам. И незаметно приводит их к слову о сыне. Большой буквы. Ибо если я с радостью благодарю, значит вы обладали великими благами. Но их даровал владыка сын, а не рабы ангелы. Почему же он сказал? Благодарю с радостью. Потому что и в печали возможно благодарить. Как благодарил Иов. Ходя и находился в скорби. Господь дал, Господь и взял. Читаем книги Ева 1.21. И пусть никто не говорит, что он не был уязвлен скорби. Потому что в таком случае уничтожил бы и похвалу его. Если бы он не чувствительно переносил это. Он скорбел, но не был подавлен. Сколько говорит мне дано, что вы не только стали богатыми, но и получили силу и способность явиться достойно получившими такие дары. К примеру, сказать. Царь поручил человеку небольших дарований какое-либо начальствование. Достоинство он дал бы, но не сделал бы его способным к достойному отправлению его. В таком случае честь эта часто подвергала бы его осмеянию. Но Бог и честью удостоил нас и сделал способными к принятию ее. Сугубая же честь, что сделал нас способными к принятию дара. Предоставившего вас со святыми и не просто, но представившего вам наслаждаться теми же благами, что и обозначается словом участия. Предоставив. Да, предоставившим нам. Ибо можно жить в одном и том же городе, но не иметь одинаковой доли. И опять. Можно участвовать в одном и том же наследии, но не иметь той же самой доли. Как, например, мы все имеем одно и то же наследие церкви, но один имеет одну долю, а другой другую. Но здесь и наследие удостоил того же самого, и части той же самой. И везде употребляет слово наследие, дабы показать, что как наследие зависит не от человеческого старания, а больше, кажется, от счастья, так и мы не за добродетели удостаиваемся царствия, но все зависит от божественного дара. Посему, когда говорит, исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Читаем. Евангелие от Луки, 17 главе, 10 стихе. Далее. «Восветит» написано. «И будущим, и настоящим, то есть познанием, ибо и теперь просветил нас, открыв нам тайны, а в будущем еще больше откроет». «Вопросы, пожалуйста, у кого есть, комментарии?» «Нам говорят, да, соседарь Господь, а он не соответствует его уровню, не бойко, а он посмеянет». «Угу». «Вот кончился Майдан, и вдруг Кличко, мэр Киева, человек, у которого мозги перевернуты десятки раз, его били, метр восемьдесят один, глубина такая, и он все время в интернете выставляет, как он разговаривает. Он говорит, а я прошлый раз слово сказал, забыл сказать, и он думает, а что какое слово? И стоят, и все это заснято, он же его не запрещает снимать нигде, и везде ляпы, которые он говорил. Он говорит и вставил другое совсем. Ты там был, я там был, интернет, а к чему интернет, никто не знает. То есть я ляху. Вот это нас под смеяние поставили-то его. Вот Порошенко там такой-то, вот это другое. Я у Порошенко ничего не вижу, никаких ляпов. Он совершенно нормальный, шоколадный король, миллионер-то, миллиардер. Вот так поставили. Он и выглядит как это. А этот-то, он говорит, смотрит, моргает, его не понимает, чего сказать дальше. Это на посмеяние. Мором города, это глава города, столичного города. Он миллионный город-то. Его поставили. Приходят вопросы решать, он ни на один почти вопрос не может отвечать. Ему этим поставишь. А куда денешься? Поставили, потому что он выходил на Майдан и там доказывал, и помог свергать. А теперь уже украинцы по-другому смотрят. Что свергает, да кто было несравненно лучше, чем то, что пришло-то. Здесь сплошной фашизм, говорит, идет. Бандеровщина. Я не против ничего. Я просто говорю, что они говорят. Я не знаю это. Я про Бандеров сколько считал. Это и герой настоящий. Герой без веры. Его немцы держали сколько в заключении. Самостийно Украина нужна ему была. Ну и вот. Ну тот по разуму своему понимал, куда стремиться. А эти-то поставили он. Пень пнем. Как тогда было в Камбодже. Так говорят. Пень пнем, а столица пнем пень. Пень пнем. Вот и все. Вот это насмешка. Лучше бы его не ставили. Вот бывает поставят на должность духовную какой-то там священник, и выучил, что он ничего не знает. Вот знаешь, понимаешь, такая мертвичина. Но когда к нам приехал нынче один там у нас был, он два раза поступал в семинарию, его выгнали-то. И я и говорю, что смеешься-то? Я говорю, нет. Считать абсолютно мертвой в семинарии Академии нельзя, только из-за того, что тебя выгнали. Значит, что-то там столько, они маленько видят. Ну, 0-5 настоящий. Кстати, хотел сказать, вот я когда к маме ездил, и там она все там славила, там парнишка у них помогала, Андрюша. Ну, я с ним поговорил, дал ему почитать, и он начал сразу, первое, что для слова Божьего не туз, и он сразу прочитал, и в вашу биографию всю, и такой, вот этот старичок, который там пишет, старичок уже, он лукавит, я чувствую. Я говорю, так он биографию свою описывает, ты почитай, что там он лукавит-то? Ну, все равно чувствуется очень сильно. Ну, в общем, короче, этот Андрюша поступил в семинарию, конечно же, там, прожекты батюшкин, и все, он около церкви жил. А сейчас сделал ход конем, оказался алкоголиком пацан этот, набедокурил что-то там, его с этой семинарии давай выгонять, там, перед епископами там, он давал ответ, и все. Ну, в общем, мурыжили парнишку, мурыжили, и он убежал сам куда-то. С сумасшедшим домом все связано. Кого набирают? Я говорю, мама, у нас отец, говорю, прозорливие всех епископов, потому что мама пригласила его к себе помыться домой. Ну, там 100 метров живет она от храба. Пойдем, говорит, помоешься, покушаешь. И он зашел, только на порог зашел, а у меня отец посмотрел на него, потом маму в комнату и говорит, а что ты, говорит, этого, нехорошего человека привела? Мать, да ты что, он у нас там и кочегарит, и церковь охраняет, и все, все. Он молодой, он 19 лет, как ты можешь так говорить? Короче, отца отчитала, все. А он, оказывается, алкоголик. То ли он рыбак-рыбака издалека увидел, и говорит, не надо, чтобы он у нас был. Не надо. И ходит за ним, говорит, по питам. Ну, как это все получается? Кто будет сидеть и выбраковывать их? Пришли, как раз в Косоверском крае было. Священник только отслужил, зашел. Милиция видела, что арестовывать. Оказалось, что беглый каторжанин, сколько за ним числится. Закончил семинарию, стал батюшки, но тут арестовали. Как-то не сумел маленько. Что-то не сподобился, да. Я просчитал. Ну, как же так? За шесть лет десять священников сменили в этой деревне. А деревня одна остановка от города Красноярска. Ну, считай, город Красноярск. И никто не задерживается. Все только в основные храмы пытаются все проникнуть, чтобы больше денег было. А там что, десять человек, бабушек, все. И никто не хочет. Храм стоит, храм построил предприниматель. Огромный храм. Просто наших четыре дома. И в два этажа с колокольни и все как надо. При стройке газовое отопление поставил. Специальное туда. Вернее, угольное котельное с газовыми вот этими горелками. Это не надо. А то получается, как у Достатова в Твардовском пережил, говорит, десять попов и четырех царей. И никто его не разоблачил. Под конец только уже. Кого ханононизировали. Ханонизировали его. А потом хоронят Косьма. Косьма, Кузьма, значит, это. И хоронят его рядом с этим праведником. А тот из могилы закричал, уберите его. Развонялся здесь юритик. А никто не знал епископ-юритик. А мертвого узнал и там кричит из могилы, уберите его от меня, чтобы не вонял рядом. Вот и все. Вот нам прозорливые люди. Да. Вот Нина Жовнера, что сегодня рассказала, пожалуйста. Даже епископ уже совсем против и все равно попятился, а поп нет. И митрополит, и кто с ним ничего не могут сделать. Да какая же это власть? Вот посмотри. Я смотрю там у них лодка, подводная лодка, немецкая там, или американская, или советская где-то. И он не согласен так. Он прям в лодке говорит. Домашним аресту подвергаешь. Ну, там-то куда ему это-то. Он сразу руки вытянул, пошел в ту комнату, там бильярд играешь, он не выходил никуда. Как сказал? Так, все. Одно слово. И откозырял, все слушал. Здесь никакого послушания нет. Я сказал бы, да тут не знаю как. Вот тебе и надо. И он терпит его, и долго терпит его. А там ничего не надо, за хвост да в яму. Он не слушается никого, этот поп. Он ошалел от этой власти, которая не достоин. Не по сеньке шапка оказалась. А она-то что там на улице, ей не вред это, для Бога. И для Бога стараешься. А все пришли в тепле, а ты на улице попробуй помолись, чтобы бабеньки протаяли до земли. Это наш человек несет в какую месть. Это из нашей общины. Найди еще, где у нас в России есть такой, чтобы храм не пускали. Да он поп-то знать не знает. А почему? Показать достоинство людей наших. Никто этого не выдержит. Это не будет. Только из нашей общины представители идут туда и такое. Где-то что-то. Сектант. Она меня видела? Нет. Мне пишут из Краснодарского края. Краснодар где? Со свидетелями Игова начали разговаривать. Да Катрине Отлапкина. Они говорят от него все сразу бежать. Свидетели Игова в Краснодаре понятия не имеют. Из Хабаровска пишут. С Камчатки то же самое. В Германии. В Германии. Там гонят из-за того, что она у нас была приняла крещение. Вы знаете кто? Валентина Сорстесон. Из-за чего? Как? Ну терпение бы показало. Тем более она пела там хористка. Она ничего не говорила, не сделала. А у меня должность такая. Я поп. Могу. Можешь навред себе. Я вам советую посмотреть один фильм такой в виде юмористки. Называется Операция Нижняя Юбка. Так и называется. Запомни. Операция Нижняя Юбка. Это американская подводная лодка когда идет. Там начальник или как? Командир подводной лодки. И у него случилось такой перегон лодки далеко. Коротко сказать содержание хочу. А в это время японцы налетели и лодку потопили. Ну она стояла у пирса-то. Ну начальник-то вызвал и говорит ну теперь надо их расформировать куда-то. Да перед этим 18 человек уже сняли с лодки-то. А командир-то который был до Камы ее отремонтировали. Она немножко поврежет. Немножко. Ты вчера мне написал что рулевое управление перерубленное. Вот этого нету. Вот здесь сломано. Вот это пробоина. Лодка затонула. Единственное что целый перескоп остался. А торпедная по аппарату там скурочен весь. А ты говоришь немножко ну у меня люди все знают они могут. Что не закажет нигде ничего не дают. Не дают со складовка. Он говорит ну еще ты будешь делать. А тут прислали молодого лейтенанта один он у него такого вот это здесь аксель-бамент. Это означает он ягнитан у адмирала. А адмирала-то нет. Ты видел фильм этот? Нет. Он говорит адмирала послали а он такой любит это щеболь. И потом он покажет такой бабник ой. А сам приятный такой наружности-то. Ну нигде не видно что он там по бабам. Ну видно он сам себя показывает. И когда этот подошел который за хвост и говорит туалетную бумагу 180 рулонов ни одного не дают. Не могут идентифицировать этот продукт. Он тогда диктует и говорит что это значит какой продукт он рядом. Только что приняли этого который лейтенанта новенький это щеголь высокого роста приятный ну одуванщик. И он говорит напрасно пишет и это ничего не дадут вам. Говорит надо 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 заставать другими путями с ними не советовать. Он говорит а как это уже моя работа. Все с этого дня говорит это будешь у меня как называют это помощник не помощник а по делам этим снабжение хвостчасть ну не хвостчасть нет тут какой-то как завхоз вроде будет но он его сказал так будет что все типа идут там вы хорошего человека избрали я вам сделаю это а его спрашивают а вы служили во плоте был а где у такого а чем занимались ну я в гостиницу устраивал у моряков а в другой раз я с Голливудом был связан там фильм про нас снимали то есть он не видел ни моря одного раза не было там уже назначили плыть надо и вот он что здесь теперь делает он говорит мне нужно два человека ну вот ну и бери которых я изберу а кого ты изберешь ну это и моя работа и вот он пошел там нашел там был родяк тюрьму разбомбили там разбежались преступники и он одного такого взял там водит настоящий и второго и ночью проникли на военный склад и он светит фонариком вот это надо вот это надо там на грузовике лодка подводная разгонная все будет он говорит а как повезем то не ваше дело то вот он выходит ага автомобиль там проверка идет по садам он тогда засвистел а лицо вымазал сейчас патруль стой он стоит документ у него документ это мы с подводной лодки а нет нет мы рабочие здесь а сам вымазал лицо а у вас почему лицо не вымазанное а что вы не слышали приказ номер 175 дробь 4 врет нет приказа от адмирала что если у кого лицо не замазано этой черной краской а когда немцы идут а вы же японцы ты же посмотришь это от свечи вы выйдете выдадите наше нахождение так придется мне рапорт писать тут не надо не надо он сразу дает мазут какой-то а тот вожит себя лицом второе тоже и они привезли полную машину этот как увидел который на адмирал он так ах ты где таких шакалов набрал-то лодку подняли отремонтировали и пошли и дальше он все будет делать так что без него никуда не обойдешься он говорит придется вам морской крест награду давать мошенник самый настоящий и куда пойдет у него есть надо вот этот остров разведать он пошел на разведку а лодка остановилась и оттуда плывет смотрит ну хоть что такое он на лодке везет баб на подводную лодку и они уже выстроились и стоят он говорит ты что делаешь это же подводная лодка но вы сначала поговорите какие они хорошие они поднимут двух наших моряков и вот он на лодку одну запускает одна баба подходит майор такой это служба вот он начнет вторую поднимает бабы красивые такие лейтенант второй ты это лейтенант пять штук и остальные лейтенанты одна майор нас говорит оставили и которые сказали за нами заедут их разбомбили или где вы здесь а тут скоро японцы будут ну неужели ты бросишь давай грузи их сюда и дальше что у них там будет там половина когда вернутся и он до того добрый этот начальник там все на другой раз ему там беременных женщин привезли на другой станции он говорит еще роддом злотки-то устроили а куда ты их бросишь тут японцы скоро будут и он доплыл и все сделали как надо там один как пророк был а другой молился посмотри ну нас столько а потом который там начальник станет адмиралом а этот который по бабам так он сделает командиром уже дальше не рассказывайте очень интересно вчера мы посмотрели еще раз где-то много можно учиться интендант интендант колоссянам 1 глава 13 стих избавившего нас от власти тьмы и ввесшего в царство возлюбленного сына своего толкование не то только важно что удостоил нас царствия но и то каковы мы были прежде сего ибо ни одно и то же достойным что-нибудь давать и недостойным о чем и в писании к римлянам говорит едва ли кто умрет за праведника римлянам 5-7 итак он с большой буквы избавил нас находящихся под властью тьмы то есть заблуждения и тирании дьявола и не сказал просто от тьмы но от власти тьмы ибо он имел великую власть над нами и господствовал конечно тяжело находиться и просто под дьяволом а под дьяволом со властью еще тяжелее и не сказал вывел но избавил показывая что мы как пленники томились великое дело и от тьмы освободить но ввести еще в царство с большой буквы это гораздо больше и не просто но с тем чтобы мы царствовали вместе с сыном возлюбленным мы враги и находящиеся во тьме о чем и в другом месте говорит если терпим с ним если терпим запятая с ним и царствовать будем во втором тимофея 2.12 говорится и не сказал перенес ибо тогда все принадлежало бы перенесшему но ввел переместил так чтобы здесь нечто принадлежало и нам речением этим он показывает что для силы божьей так же это легко как кому-нибудь перевести воина с одного места на другое было и греха стали праведны ну и дальше тут как бы продолжим 14 стих в котором с большой буквы мы имеем искупление кровью его два слова с большой буквы и прощения грехов толкования дабы ты услышав что отец с большой буквы избавил нас не подумал что сын не явил ничего благого он говорит далее что сын даровал нам очень многое ибо он Христос источник того что мы приведены в царство так как он даровал нам искупление то есть оставление грехов ибо если бы мы не были избавлены и освобождены от них мы не были бы введены в царство таким образом он проложил нам путь к дару отца совершенно избавил нас чтобы мы не пали потом и не сделали смертными как причастные греху адама итак если сын избавил нас то он и привел в царство как же вы приплетаете тут ангелов заметь также что выражение в котором относится к сыну и комментарий на слово приплетаете Игнатия Тихоновича Лавкина послание к колосянам сегодня прилично озаглавить послание к православным старого и нового обряда просто молиться Христу колосяне не умели нам трудно сказать какими словами толковал это послание блаженный феофилак но по-русски переводчики нашли очень оригинальные слова встречающиеся в обыденной речи когда человек говорит что попало ему не верят и говорят плетешь что не нужно это о православных в кавычках колосянах просто обращаться ко Христу считается неприличным написаны сотни акафистов идут бесконечные канонизации психоз канонизации валом катит по обюродившейся Руси всем хочется иметь своего заступника из своей деревни и каждому вопиют радуйся и не имамы иная помощи кроме тебя у сегодняшних православных в кавычках колосян отсутствует евангельская вера а значит о спасении и говорить не приходится у них как у греков на олимпе одни боги и полубоги и это все плата за отсутствие авторитета библии каждый приплетает к своей вере то что ему кажется справедливым читаем в книге судей 17.6 в те дни не было у царя в те дни не было царя у Израиля и каждый делал то что ему казалось справедливым живут без царя в голове и предвосхищая суд божий решает кто же будет слева стоять кто справа на стражном суде слово сказать по скайпу занятия ведем но вот это вот разбирали как раз молиться святым они тоже считают что протестанты там двое что это вызывает духов и я с ними тоже воевал сражался правду возвещал да ну и смотрю засомневались они в том что молитва святым это как вам удалось это слово прояснить пережит вообще здесь никакая грамота не поможет это меня просто всегда трогало и не запрещено но не все время вот Осипов очень хорошо тут это место говорит вот сейчас затерят царя-искупителя какой искупитель говорит когда Христос-искупитель откуда это взяли вот царя царя как раз он его цариц и первые примут отъехали православное я говорю почему что не говорят что такими ты их сделал столько лет ты прописал профессора это твои плоды-то идут ну как слепого-то проклят народ сей проклят народ невежном законе если порожденного когда исцелил то так его невежном законе вы его сделали то ему не преподавали не знали спрятали так и православное выступает экономцев архимандрит когда они об иконах говорят иконам мироточивая это не чертили мучают нас что это догадываться это нечистая сила от чего это на анализ берут биологический институт Павел Флоренский новый сейчас вы же их такими сделали кто бы мучился мироточение у нас одна прихожанка наша и однажды звонит мне и говорит у меня икона замироточила я говорю и что запах такой приятный я говорю и что ну что теперь делать я говорю далеко от тебя храм-то да нет недалеко там Иоанна крестителя богослов так отнеси туда и там разберутся что нам-то не надо это лежу заглохло все а дал бы ход вот этому принесла стали бы здесь целовать на лесте стали дай домой отнести головой мой сын отправится пить перестанет бодаться пожалуйста а еще а еще Алексей Ильич говорит когда мы когда мы преподавали нам запрещали говорить о духовном о духе святом нам запрещали он говорит да я в шоке была а что в шоке то Игнатий проповедует что рождение свыше это харизматы это неопятидесятничество вот еще на меня ролик-то составили раз о рождении свыше а какое отношение к православным мы назвали православный библейский сайт как пошли вы еще плетете православный и библейский это абсолютно несовместимые слова откуда взяли а мы хотим доказать вот сейчас к нам приезжает эта Катя и она говорит от отделенной баптиста пришла я ну она там много получила хорошего она говорит я с первого дня искала евангельских православных я наконец их нашла мы евангельские христиане и православное если скажет см運 actionable дня мы евангельские адвенти lifecycle 7 дня потому что мы праздновала заветную субботу воскресенье сегодня воскресенье 6 ноября 16 года скажет свете регулирован мы евангельские свидетели бога потому что мы везде благую весть православная евангельские свидетели его как ни назовися мы под это подходим сейчас новые секты появились на днях я узнал так как называется камень веры Краеугольный камень Другие назвали Это совершенно разный камень веры Краеугольный камень Теперь это пишет щит веры А эти пишут там Новая жизнь Какой-то там Саронская лилия Новая жизнь Новая жизнь здесь зарегистрирована Новая жизнь это газета безбожная в Павловском районе Два слова Одно уже секта А теперь понимает Говорит и на меня ссылается Он говорит что секта определяется по трем пунктам Три Ересь уже три Первое иконы считают идолами Это одно Второе веришь что тысячелетий на царство будет когда-то И будет несколько воскресений Ну и третье о церкви ничего не знают Церковь где двое или трое Собрались Кстати а можно вот здесь Отнести как раз этот стих Как раз этим веретикам Вот тринадцатый Избавившего и ведшего в царство возлюбленного сына своего Вот К тысячелеснему царству Чтобы Когда он вел Когда мы избавились от греха Тогда и вел Имена записаны Радуйтесь тому что имена ваши записаны Когда мы приняли святое крещение у веров А наши имена там записаны Златоуз говорит что когда Христос вышел на проповедь с этого момента царство небесное началось И говорит приблизи царство Божие покайтесь Златоуз говорит царством Божиим называется Христос Он царь пришел А царство не бывает без царя То есть вот оно тысячелетнее царство началось И идет сейчас На Голгофе На Голгофе Почему И связал сатану на тысячу лет Мы не знаем когда тысяча лет Но связал Вот связал И началось тысячелетие На тысячу лет Он связал И начал Первый, второй, третий, пятый, десятый Нам нужно узнать Связал его или нет Если связал то когда И когда мы узнаем когда связал Значит тогда и тысячелетие начинается Где Для того это явился Сын Божий Чтобы разрушить дела дьявола 1 Иоанна 3, 3, 8 И где Мы считаем 16 глава И Евангелие от Матфея И как кто может расцветить речь Если прежде не свяжет его А где принял плен Принял до рызыча Где принял плен В воскресенье Где ну Смертью смерть попрал Он владыка смерти Дьявол Князь смерти А он смертью смерть попрал И сущим в гробах Тело Жизнь даровал Все И вот тут началось Тысячелетнее царство Он связал его Он его лишил силы И как дети Причастны плоти и крови Мы его дети То и он Христос воспринял А до чего Дабы Смертью своей Лишить силы Имеющего державу смерти Запитая то и с дьявола Чем он лишил смерти Связал Когда Смертью Вот и началось Тысячелетнее царство Тут толковать вообще ничего не надо Вот связал И начало Тысячелетнего царства Именно в связывании И надо начинать Со связывания Про связывание Многократно написано В Библии А про тысячелетнее царство Нигде больше не написано А почему? Потому что оно По другими словами было Покатитесь Приблизи Царство Небесное А что тысячелетнее Только один раз И в духовной книге Откровения И поэтому там толковать Как попало нельзя Надо найти подтверждение В Святой Библии Вот мы их нашли Евреям 2.14 А тысячелетное значение Смертью своей Лишил силы Имеющего державу смерти Когда? Смертью Где он? На Голубове Главное что он на Голубове Они это не признают Я говорю Если вы не верите в это Что Христос лишил его силы То это был не Христос Это обманщик был А обманщик из Назарета Они его Христа верят Если он его не лишался Лишил значит он тот самый Для того то он пришел Чтобы разрушить дядя Разрушил или нет Как разрушил А смотри что делается Воины там Ну разрушил Если он не разрушил Ты не глядишь что Зажмурь глаза Смотри в памяти Что в мире делается Считай Библию И тогда во свете Библии Будешь смотреть Во свете Библии А не Библию подгонять Под события Во свете Библии Надо рассматривать Связал или не связал Я показываю что связал Добыть Лишить его силы А лишить силы Что это такое Ну а как это Расхитить сосуды Если ближе не свяжет Он связал его или нет А где он связал Ну он расхитил вещи или нет А где это написано 1 Петра 4.6 Для того и мертвым Было благовествуемо Мертвым Мертвым Умершим А где 3.19 Там и говорит Некто не покорным Божьей долготерпению И он сошед пропадал Сошед Преисподние места земли Сошед И он прекратил работу Свою труд Господь На воскресенье Потому что эти дни Он трудился Проповедовал Трудился И вот этот шаббат Обрел в воскресенье Почему? Все творят все новое Все дни творения Теперь мы должны Рассматривать В новозаветном духе Все Все десять заповедей А как? Ну очень просто Там не делай изображения Азначально не делай того Что нет на небе На небе херувимы Сделай херувимов А теперь на небо Идут праведники Духи праведников Теперь у нас иконы святые Изображения везде Вот он Кирилл и Мефодий У нас все по небесам Я говорю У вас могильный скреп Где ничего нет И вот я подумал Вот у нас было сейчас Собрание 10 тысяч Где-то А что ты там будешь делать? Куча бесноватых Черев в одной банке Здесь 5 человек Но все единодушно Спокойно По слову Божию Если что-то не так Помолились Бог откроет Сейчас мы об этом говорим Давай Колоссянам 1.15 Который есть Образ Бога невидимого Рожденный Прежде всякой твари О Христе Речь идет Толкование Апостол Выставляет здесь Славу Естества И величие Достоинства Единородного Большую букву Который Говорит Есть Образ Бога Следовательно Точь в точь Сходит И ни в чем Не отличен Нет 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 Меры для Величия Его Чтобы измерив Мог ты Сказать Сколько Недостает В нем По сравнению С отцом Если бы он Был Образом Как человек То ты Имел бы Что сказать В этом отношении Потому что Образ Человеческий Никогда Не доходит До первого Образа Поскольку Он Есть Образ Как Бог И Сын Божий То есть Образ Бога Невидимого Совершенно Сходный Очевидно Образ Невидимый Ибо У нас Когда Искусство Человеческое Часто Погрешающее Делает Изображение Оно Не имеет Полного Сходства Но Где Бог Там Нет Ошибки Нет Уклонения Поэтому Там И Полное Сходство Если Сын Не имел Полного Сходства С невидимым Богом То Что Препятствует И Ангелам Быть Образом Бога Ведь И Они Невидимы Однако Ангелы Никогда Не Называются Образом Бога И Заметь Точность Священного Писания Человека Оно Именует Образом Божьим И Сыном Но Ангелы Никогда Потому Что В этом Случае Слышащие О Высоте Ангельской Природы Легко Могли Впасть В нечестье Подумав Что Ангел Имеет Одинаковое Достоинство С Богом Но Что Касается Человека То Малозначительность И Ничтожество Его Охраняет Нас От мысли О чем Нибудь Подобном Итак Сопоставь Единородный Будучи Тем и Другим Образом И Невидимым Тем Что Есть Образ Отличается От Ангелов Которые Хотя и Невидимые Но Не суть Образы А тем Что Есть Невидим Отличается От Людей Которые Хотя и Сами Именуются Образом Божиим Но Не суть Невидимой Итак Он Большой Буквы Один Есть Совершенный И чуждый Всякого Нисходства Образ Божий А если И еще Будут Возражать Ариане Что Образ Не единосущен Первому Образу То пусть Послушают Они Писание Говорящее Что Сиф Есть Образ Адама Неужели Жи И он Не единосущен Адаму Итак Хотя Искусственные Образы Не Тождественные Тождественные Тут Д Прочинение Попущено Не тождественные По существу Но Естественные Имеют Вполне Одинаковую Сущность Сказав Что Он Есть Образ Бога Невидимого Присокупляет И это Вот Тут Для Ариан Большой Соблазн Так Как Говорят Он Назван Рожденным Прежде Всякой Твари То Он И Есть Первый Из Тварей Но Апостол Не Сказал Первозданный Но Перворожденный Или Или Ты Дашь Ему Братьев И Он Будет Первенством В отношении Ко мне Лягушки Камню И тому Подобным Ничтожным Вещам И Будет Иметь Одну Сущность Со Всем Этим Ибо Перворожденный Конечно Имеет Одну Сущность С теми В отношении Которым Он Называется Перворожденным Но На твою Голову Обращается Эта Хула Ибо Безбожно Так мыслить О Несравненной Славе Творца Да Притом Слово Первенец Употребляется В Писании Совсем Не В противоположность К последующим Детям А Безотносительно И Значит Перворожденный Так И От Богородицы Марии Он Родился Первенцем По плоти Хотя Совсем Не Имел Братьев Вслед за Собой Ибо Он Единородный И По Происхождению От Нее Таким же образом И По Рождению От Отца Он Первенец И Не В противоположность Прочим Тварям Но Безотносительно Ибо Он Единородный И По Горнему Рождению Итак Что же Теперь Говорить Вопровержение Подлежащего Вопроса И Вопрещение Мнения Колоссян Дабы Не Подумали Что Он Моложе Ангелов Так Как Древние Через них Приводимы Были К Богу А Теперь Сказано Что Он Приводит К Богу То Он Хочет Показать Что Сын Есть Прежде Всякой Твари Таким же Образом Через Рождение Итак Он И Прежде Ангелов Есть И Притом Так Что Он Ж И Создал И Итак Если Ангелы И служили В Ветхом Совете Это Есть Его Устроение И Заметь Мудрость Капостола Дабы Ты Услыхав Что Он Прежде Всякого Творения Не Почел Его Безначальным Он Наставляет Тебя Что Он Имеет Отца И От Него Рожден А Так Как И Он И Все От Бога То Это Самое Показывает Что Иное То Что Один Произошел Как Сын От Отца А Другое Как Твари Созданы Этим Самым Сыном Поэтому Присовокупляет Дальше читатели Что-то у вас есть Сказать Дальше читатели Прокомментируйте Нет, давайте немножко Может остановимся Давай Ну тут Присовокупляет Давай Остановились? Ну давай Это Вопрос-то Задавай Комментирую Нет вопросов Мне Все Понятно Че Тебе Понятно Скажи Варьяне Еретики Проклятые Сегодняшние Светильные Голды Ересь Сякого Несут Что Это В старых Книжках Писание Так Масленица Разрешается Молочная А Армения Армения Те постятся Не едят А мы едим И проклинаем И армянскую Ересь И говорят Мы едим И проклинаем Вот Это что Когда Мы не едим И те едят Тогда понятно А тут мы едим А не постятся И проклинаем Но это как Сегодня Не Александр Не епископ Сказал Без того Ни сего Вот Ты Льва Толстого Помнишь Его прокляли А тебя Нам проклясть 224 Ты кто Вообще Невероятно Просто Ни разу Не познакомился С ней Ничего Пригласили Вы к трапезе Откуда Эта ненависть Бушует Скажите Мне От того Что Сердце Не лет У любви Если будут Благовествовать Не то Что мы Благовествовать Да будут Проклятые Написано Анафема Будет Анафема Вот он и считает Не то Она Благовествует Вы тут Начали Говорить Про священников Ну Сегодняшних Ну И вообще И я вспомнил Ваш Вашу Беседу По Интервью Вы брали У Александра Меня Еще И когда Вы его Спросили А почему У нас Там На радио Они там Не выступают На телевидении Не освещение Он говорит Да Что Может Так и хорошо Такого Петуха Дали И вот Сейчас Идут Вот эти Вот Всякие Вещания И даже Патриарх И я думаю Как был Прав Александр Мень Покойник Такого Петуха Треснули Еще И подключили Многих К этому А как Они могут Эти люди Вот я Сейчас Смотрю Что Они Там Выступают Как Они Могут Объяснить Для Людей Первую Колосину Первую Главы 15 Стих Никак Они Не смогут Рассказать То что Рассказано Они Не смогут Рассказать Даже Как Надо Не вместиться В них Это Не вместиться Да потому Потому Что Я просто Слушаю Их Ты Если хочешь Узнать Священников Программу Спас Включи Они там Рядами Идут Епископы Священники Они говорят Как они К Богу Приходили Или кто То Там Сидит Кто Пришел К Богу Послушай О чем Они говорят Икону Посмотрел Умилился Ходил Ходил Церковь Построил Деньги У него Потому что Есть С бабушкой Пришел В молодые Годы Чтобы Вот так С таким Интересом Выслушать Человек Приехал Мы вообще Не знаем Он начинает Говорить Как он Пришел К Богу Везде Евангелие Новый Завет Божьи Слова Везде Нападки Все Приход К Богу Игнатия Тихоныча Взять Все бросил Человек Можно сказать Был уже Государственной Важности Я себя Вспоминаю В 88 Год Как я Взял Библию И когда Прочитал Первые Строчки Побежал К жене С радостной Вестью Что Великая Книга И был Огорошен Ты дурак Что ли Ты Че читаешь Читать Нечего Сумасшедший И я ходил По кругу В этом Небольшом Поселке Там 14 тысяч Человек И нигде Голову Не смог Преклонить Несколько Лет Ходил Пока Свою Нынешнюю Жену Не встретил И главное Интересно Я сижу Читаю Она мне Ну вижу Она зашла Я раз Спрятал А у меня Там Библия Она такая Походная Финское Издание И там Ничего Нету Карман Говорят И на ней Ничего Не было Написано На Библиях Раньше На корочках Не писали Я раз Ее спрятал В пакете Ким В сумку А она Такая Зашла И такая Села И говорит А что ты Сейчас За книгу Читал Я думаю Ну какая Приметливая Я говорю Да так Книга Историческая Она такая Что Евангелие Я Чуть Со стула Не упал Я говорю Ты откуда Таких Слова Знаешь Восемь Девятый Год Откуда Такие Слова Евангелия Она говорит А я Маленькая Была И Перебирала Там Какие-то Старые Книги На чердаке У бабушки И вот Бескорочек Вот книжка Я открыла А это Новый Завет Я говорю Да ты еще И Новый Завет Прочитала И она Получилось В 11 лет Прочитала Новый Завет При советской власти Девчонка Такая была Она всю Поэму Читала Ну Стихи А тут еще Такая книга И она Это запомнила Что Бескорочек Это великая книга Ну и все Начала я книгу Читать И так до сих пор И как говорится Читаем Читаем 16 стих Ибо Им Христом Создано все Что на небесах И что на земле Видимое И невидимое Престолы ли Господства ли Начальства ли Власти ли Все им И для него Создано Толкование Им Сказано Вместо Через него Так как Он Так как Как это Он покажет После То в чем Нужно было Усомниться Именно Касательно Вещей небесных Поставил Впереди Можно А не нужно Ты сказал Нужно Можно Еще раз То в чем Можно было Усомниться Именно Касательно Вещей небесных Поставил Впереди Итак Если Ангелы Через него Созданы Как же Они Прежде Него Оставляя Без разъяснения Видимое Так как В этом Не было Никакого Сомнения Он Обстоятельно Говорил О том В чем Сомневались О невидимом Говорит Простите Но он Представил Не все Горние Чины В отдельности Как бы указав Из многого Очень Немногое Ибо Невидимы Конечно И архангелы И наши Души Сказанное О тех Относится И к этим Вот что Выше Выразил Словом Им То теперь Выражает Словом Через него Как и Евангелист Иоанн Говорит Через него Все Начало Быть Евангелие От Иоанна 1.3 Но Сказав Все Не включил Духа С большой Буквы Ибо Дух Есть Не один Из Он Их Всех Но Один Безусловно Как един Бог И Один Господь Итак Все Что Имеет Бытие Через Него Создано Потом Чтобы ты Не почел Его Слугой Он Прибавляет И Для Него То есть На нем Все Держится Он Не только Сотворил Но Он И Содержит Все Так что Если бы Творение Лишилось Его Промышления Оно Погибло Бы И Не Сказал Содержит Но Гораздо Тоньше На нем Опирается И Держится И Этого Одного И Именно Того Что Они Твари Опираются На него Довольны Для их Поддержания И Сохранения Но Это Значит Не меньше Чем Сотворить А даже Больше Особенно Что касается Нас Ибо И мы Производим При случае Одежду И Жилища Но Сохранить Это Оттление Мы Не Можем А Он И Сотворил И Сохраняет А Христос Где Нибудь В Библии Называется Отцом Говорим Отец И Сын Но Сын Отцом Можем Назвать Его Я И Отец Одно Он Говорит Но Именно Одно Одно Но Это Не Означает Что Имя Одно А Так Чтобы Сын Был Назван Отцом Но Он Когда Обращается Сам Дети То Он Как бы Сам Себя Называет Отцом 9-6 Считай Исайя Исайя 9-6 6 Ибо Младенец Родился Нам Кто Родился Христос Христос Сын Дан Нам Сын Дан Большой Буквый Сын Да Потом Владычество На плечах Его На плечах Да Да Там будет Дальше Отец На плечах Но Это Ромен Это Ромен И Нарекут Имя Ему Двоеточие Чудный Мы можем Христа Назвать Чудный Обязательно Вот Написано Чудный Совет Советник Советник Вот так Бог Крепкий Мы можем Назвать Его Бог Крепкий Ну а куда Эти Яговисцы Смотрят Обязательно И дальше Отец Вечности Отец Будущего Века Нарекут Ему Имя Сын Нарекут Отец Вечности Как так Князь Мира Еще и Князь Мира А вы Помните Где Князь Мира И Князь Сатана Встретились Где Князь Мира И Князь Смерти Да Князь Смерти Дьявол Встретились Даниила Присподня И там И там И когда Наинская Давица Умер Сын И он Подошел Прикоснулся К Адру А прикасаться К мертвому Нельзя Было Христос Раз Он Человек Был И он Сделался Нечисто Согласно И Закону И Вот Здесь Князь Мира И Князь Смерти Встретились Никто Не Восставал Он Поднял Его Так Отец Вечности Отец Вечности Да А почему Потому что Через Него Все Сотворил Отец В смысле Творения А в Молитве За Ним Определенно Четко Сына И Святого Духа Сына Но Его Можно Назвать Отец Вечности Вот Написано А почему Не Наречет А Нарекут Потому что Судя По всему По делам Вот Если Эммануил Что означает Бог Крепкий Двенадцать Двенадцать Минут С нами Бог Двенадцать Минут Почему Аммануил Не назвали Если Предсказано Нарекут Ему Имя Аммануил Написано Да Да Ну Найди 7.14 Исаи Исаи 7.14 Исаи 7.14 Итак Сам Господь Даст Вам Знамение Вот Дева Вощревие Примет И родит Сына И Нарекут Имя Ему Эммануил Не Наречешь А Нарекут То есть Люди По его делам Нарекут Его Бог Крепкий С нами Бог Да Ну и Господь Учил Надо Смотреть По-немецки Это как звучит По-немецки С нами Бог Да Ну Кто знает На каждом У каждого Солдата На пряжке Было написано Гот Мит Улс Гот Бог Да Майн Гот Мит Эс Улс С нами Мой Бог Сегодня Записали Длинное Собрание Было Оказывается Он рвет Тоже Кто Вот это Аппарат Отрывает Или не нажимал Нет Не нажимал Не нажимал Значит он Оторвал Сколько Два 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 Часа Шло Два Часа Больше Двух Часов Он рвет Уже И сегодня Два Ролика Получилось Такой Резерв Наверное Ну они там Заряжены Хорошо Годовое собрание Ну че Все? Что по времени Там? Ну 10 минут осталось Еще 10 минут Давайте Продолжим Можно Вопросы Какие-то Можно Вопросы Можно Были У кого-нибудь Возник Ну 17 И стих Тогда И он Есть Прежде всего И все Им стоит Толкование Постоянно Обращается К тому же Самому Чтобы Непрестанным Словом Как Частыми Ударами С корнем Исторнуть Гибельное Учение И заметь Он не сказал Что он Пришел В бытие Прежде всех Но Есть Что Свойственно Богу Где же Павел Самосадский Который Говорил Что Он Получил Начало От Марии И все Стоит На нем Как На основании В таком Смысле Именно Как Основание Он И есть Первенец Твари Но Это Показывает Не Единосущая Его С тварью А то Что Все На нем Держится Как Господь Дал Жизнь Он Ее И Может Либо Продолжить Либо Прекратить Дух Вдохнул И Стала Тварь Живую А Отнимется Дух Дух Вышел Бог Это Красота Ну Ты Посмотри Когда Показывают Главный Крокодил В крокодильном Царстве Где-то На него Смотреть Страшно Какие У него Какие Зубы Как Он Хватает Там Быка Тащит Переворачивает Рвет На части Самое Безжалостное Творение Здесь На земле Его Бог Сотворил У него Челюсти Не могут Двигаться А у него Все Там Кислота Все Переваривает Кости Все Вот Посмотришь Страшно Смотреть Какая Уродина Ползет Вот Такие Шишки Везде Все Подряд Сметает Рядом Бегемоты Лежат Не трогают С бегемотами Редко Редко Бывает Где Почему Бегемота Пастя Раскрывается Вот А зуб Полметра Полметра Зуб Он Как Вот Так Попал И Может Перерубить И Показывает Попал Туда Как Что Они С ним Делают Это Бог Сотворил И Что Интересно О Крокодиле Написано О Бегемоте Написано В книге Его Я Смотрю Ну Интернете Это Все Интересно Слон Подошел Пить Так Крокодил За хобот Схватил Крокодил Схватил За хобот Смотри Чтобы Астан Не схватил За ноги Это Тоже Бывает Полезно Схватить Ну И Она Тянет Она Как Крезина Шланг Рассет Крокодил Не видно Небольшой Был И Тогда Туда Слон Спустился Давай Вот Отдать И Тогда Вырвал Вырвал Хобот И Пошли Но Не Оторвал Его Вот Спят Когда Интересно В храме Много Людей Бывает Я Отдыхала И Одна Женщина Она Глухонемая И Ничего Никак Не могли Излечить Но При храме Была При Могиле При Раке Какого Святого Не знаю Это Мефодий Или Кто Лежал А В Это Время Тут Был Один Хромоногий Всю Жизнь Лечился И Ничего Не Мог Сделать А Он Ему Говорит Ты Встань Как Тут Спят Женщина Ты Одну Схлати За ногу И Тащи В храме Она Не замужем Где Не Была Ну Чего Да Я Чего Да Как Это Ну Тогда Ты Никогда Не Будешь Ну Подошел Ее Там Один Спят Нащупал За ноги Поволох Так Как Заорала Он Испугался Выздоровела Нога Он Побежал А Так Как Закричала Что Немота С нее Сошла Да Он Что Делает Я Девушка Он Меня Косолапая Он Побежал Как Олень Его Нет Сразу Два Исцеления А у других Один Умер А Знает Его Что Просили Он Не Пошел Но Они Взяли Мертвого Принезли Вот Так На Скамейку Посадили Но На Скамейке Мертвец Закрепили Овина Держат А Он Подошел Только На Своем Место Он Подошел И На Своем Мертвец Подвинулся Подвинулся Ожил Соскочил Бежать Вообще Почитаешь Самый Строгий Был из Святых Вот Считаем Это Метрополит Иона Киевский Его Боялись Как Это Вот Он Сказал Что-то А то Ты Будешь Мириться Или Нет Я Да Я Не Знаю Как Жизнь Твоя Кончилась Он Кончилась Инфаркт Инсульт Все Перекрутили Мозги И Умер Опять Кто-то Что-то Сказал Пришел Он Сказал Он Не Слушается Тебе И жить Не На Чем Такому Дураку Он Том Полом Его Как Духовного Киллера Боялись Все И Когда Его Спросили Говорят А вот Каноны Такие Долго За Один Абор Десять Лет Прекратить Святые Не Показали Пощады И От Нас Ее Не Будет Иди Помни Как Петр Мамонов Когда Подушку Спрятал На Животе Остров Показывает А там Приехала Одна Абор Делать Как Она Раскочегарила Пришла Тут Иона Запомните Вот Иона Он Если бы Сейчас Был Метрополит Или Патриарх Он Бо Попов Всех Вызвал Он Бо Канон Этим Вставил Протер Очки Они Его Не Знают Совсем Это Святой Его Образ В Изображение В Покровском Соборе Здесь Епископском А биографии Его Не знают Так что Молись Бог Откроет Что Есть Воскресение Из Мертвых Это Твоя Клига Ничего Все Так Чудес Много Бог Совершает Что Интересно За 14 Лет Столько Книг Посола И Ни Одна Книга Не Потерялась По Сегодняшний День На Почте Поэтому Я Богу Возношу Благодарность За Почту А Это Не Просто Так Сразу 4 Единицы Две Коробки Два Пакета 31 Килограмм Веса Это Не Рядом А Сейчас Ждем Сообщение Из Испании Далеко Отсюда Дальше Потеряю Все Терапин Дабы Слово Наше Было Пропитано Писанием Твоим И по Молитвам Всех Святых И Заступничеству Божией Матери Помилуй Нас Христе Божий Наш Слав Молитвами Всех Святых Молящих Тебе На небе И На земле Услыши И Исполни Молитву Всех Молящихся О Нас Во благо Нам Господи Божий Любящий Наш Отец Небесный И Услыши Нашу Молитву О Всех Заповедавших Нам Молиться О Них Спаси И Помилуй Аллилуйя Аминь Ей Говори Господи Владыка Слушай И Дослышит Рак Твой Благослови Господи Патриарх Епископ Священников Пастую Всем дар И Духовное Рождение Свыше И Водительство Духом Святым Аллилуйя Аминь Аминь Вот это Кто Поставил Выберите Закрывайте Закрывайте Сестры Я Вас Подождать Да Если Можем